Бобруйчанка Валерия Милащенко в воде как рыба. На первое занятие по плаванию пришла в 9 лет. Уже тогда тренер заметил – у девочки талант. И благодаря природной одарённости и упорному труду амбициозная пловчиха в свои 12 уже мастер спорта. Когда у меня что-то болит, я прихожу на тренировку, у меня уже ничего не болит. Типа плохое настроение, я тоже прихожу, всё налаживается, вообще всё прекрасно. Благодаря этому спорту я нашла много себе друзей. Я уже почти здесь всех знаю, со мной все дружат, я вообще душа компании. Дистанцию в 50 метров Валерия Кролем на животе преодолевает за 34 секунды, на спине – за 42. В своей возрастной категории девочка лучшая. Всего в бассейне лесной 47 юных спортсменов, среди них 27 бобруйчан. Самому маленькому участнику 7 лет, старшему – 15. На кону 12 комплектов медалей и дипломов. Для тех, кто финиширует первыми, приятный денежный приз. Мы объединительные сделали такие классы, как паралимпийское плавание среди нарушений зрения, паралимпийское плавание среди нарушений опорно-двигательного аппарата. И объединили это всё со спортсменами с нарушениями слуха и интеллекта. То есть не выделяем никого, распределили только по годам, чтобы детки получили именно по своим силам. Среди людей с ограниченными возможностями плавание – наиболее приоритетный вид спорта. Заплывы закаляют характер, развивают физические качества и даже создают особую атмосферу. Поддержать покорителей воды собираются родные и близкие. Счастливые глаза каждого участника говорят сами за себя. Такое трепетное внимание – лучшая награда. Я всегда прихожу на соревнования брата, даже если какое-то важное событие у меня в жизни. Я пытаюсь пропускать его, приходить к нему, поддержать. Снимаю, фотографирую для семьи. Очень гордость пробирает, она настолько умница, она настолько вылаживается, настолько старается. На всех соревнованиях стараемся быть с ней, потому что для нее это важно, так же, как и для нас. Конечно, интересно. Во-первых, волнительно, что внук выступает. Он давно занимается, его за три, наверное. Спасибо тренеру, конечно. Выступил, я думаю, неплохо. Мы его поддерживали, как могли. По итогам состязаний бобруйчане забирают 27 медалей. У некоторых на груди блестят сразу две награды. И вполне вероятно, среди юных чемпионов есть те, чью имя спустя несколько лет будет звучать так же громко, как Игорь Бокий. Пример которого мотивирует всех белорусов. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.